Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не знаю, как должно быть, но в моей семье так. Мама часто спекулирует тем, что больный гейт и тем, что у папы больного сердца. Мы нас трое, я сестра и брат. Мама периодически на эмоции говорит очень неприятные вещи. Мы чему уже помогаем. Моя сестра, хоть я с ней больше общаюсь, но она все по-своему понимает и не понимает, что я пытаюсь донести. А что именно вы пытаетесь донести? Она привыкла как есть и не видит, что иногда не очень бывает то, как они себя ведут, но это ее жизнь и ее выбор. Просто я в такой ситуации, что не понимаю, что делать и как все это принять. Часто негатив может быть в такой момент, где нужно предупреждать то, что они ругаются. А кто именно ругается? С кем? И какое к этому отношение имеете вы? Если честно, вот это непонятно. Вообще, в целом, ваше утверждение относительно того, собственно говоря, что это ее жизнь и выбор. Ваше утверждение такого плана, вообще говоря, справедливо, в общем-то и для ваших родителей тоже. То есть для вашей мамы это справедливо, а справедливо это для вашего папы, который, ну, судя по тому, что мы видим, выбирает жить так, как он живет. Ну, так как он живет, да? Ну вот, и как-то вот, на мой взгляд, вам бы вот, ну, вам бы вашу позицию, вот, применить бы к... Ну, не только... Ну, не только... К... К... Вашей сестре. К... К... Ну, и... К... К... Вашей... Маме. К... К... ...Вашему... Папе. Вот. Вот. Вам бы, ну, вам бы как-то так, наверное, не мешало бы сделать, потому что то, что вы делаете сейчас, это принимаете выбор одного человека жить так, как она живёт. И не принимаете выбор другого человека жить так, как он живёт. Так это выглядит для меня. Кроме того, вопрос. А как живёте вы? Ну, то есть вот. Где ваша жизнь? В чём ваша жизнь? Как вы её живёте, свою жизнь? Насколько вы, ну, допустим, счастливы и вот, помогая своим родителям. Вот, например. Вообще, да, очень, очень как-то вот похоже, что ваша мама, ну, знаете как, манипулирует, манипулирует немножко здоровьем отца. Вот, и вызывает у вас какое-то вот нездоровое, я бы сказал, чувство вины. Вот. Что, наверное, не ездит хорошо. Вот, не ездит хорошо для вас и не ездит хорошо для, в том числе, вашей мамы. Вот, не ездит хорошо. Ну, вообще, для кого бы то ни было, это не ездит хорошо. Вот. Потому как есть здесь такой очень сильный и мощный, как мне кажется, элемент несвободы. Вот. Поэтому, да, вам нужно, на мой взгляд, работать здесь с личными границами своими, чтобы отделить себя от своих родителей же. Вот. И чтобы как-то не раниться, чтобы не раниться о то, как они себя с вами ведут, да, вне зависимости от того, как-то вот, делают ли они то, что делают, потому что они это делают специально, или делают они то, что делают, потому что, ну, как-то не осознают этого, да, не осознают того, что делают. В любом случае, вам нужно от этого отдалиться, вам нужно от этого отстраниться, иначе вы таким образом, продолжая атаку, рискуете себя потерять. И, как вы, как вы, наверное, понимаете, да, вот, хорошего, для вас хорошего в этом ничего нет, и, в принципе, быть не может. Вот. 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 Поэтому я думаю, что не стоит, не стоит рассчитывать на то, что ситуация изменится. Вот. Вот. Не стоит рассчитывать на то, что, ну, будет, эм, как-то по-другому, вот. стоит рассчитывать на то, что так будет всегда, потому что, грубо говоря, ваших родителей все устраивает, менять они ничего не собираются, единственный, кого не устраивает, это вы. И, соответственно, раз это не устраивает вас, то вам очевидно и делать что-то, чтобы жить по-другому, даже если вашим родителям это не понравится. Даже если ваши родители как-то будут против, даже если. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому, я думаю, что ответить вам можно только так. Вот. Грубо говоря, грубо говоря, о чем мы, о чем мы где-то речь? Речь идет о сепарации. Речь идет о сепарации от родителей. Вот. Об этом идет речь. Речь идет о сепарации от родителей, по сути. И сепарация лучше всего производится психологом, то есть, ну, при помощи психолога, вот. Если вы в этом заинтересованы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Спасибо. Спасибо.